Часто мы с пренебрежением относимся к заслугам как домашних, так и диких животных. Гордясь своим интеллектом, люди предпочитают умалчивать о случаях, когда братья меньшие оказывают им помощь в критической ситуации. Но иногда происходят такие резонансные события, роль животных в которых довольно сложно переоценить. В нашей истории главному герою пришлось на собственном опыте убедиться в том, что животным свойственны не только врожденные инстинкты, но и сострадания. Случилось это на просторах африканских саванн, которые желтым покрывалом раскинулись по всей южной части этого удивительного континента. А началось все с того, что в одной из деревень, находящейся под контролем одного из племен, появился врач-европеец, работавший под эгидой ООН. Дело было в том, что в селении зафиксировали вспышку малярии, и доктор прибыл для того, чтобы помочь местным жителям с лекарствами. Когда врач раздал гуманитарную помощь и рассказал, как обращаться с препаратами, он вдруг обратил внимание настоящего на привязи взрослого слона. Животное было варварским способом приковано цепью к дереву, отчего на его ноге образовались глубокие язвы. По непонятной врачу причине, местные жители плохо обращались со слоном и время от времени поколачивали его палкой. Особенно страдали нежные уши животного, покрытые шрамами и незаживающими ранами. Мужчине стало жаль слона, по виду которого было понятно, что он страдает. Врач попытался вступиться за несчастное животное, но старейшина племени дал европейцу понять, что слон является его собственностью. При этом туземец недвусмысленно посмотрел на фотоаппарат, висевший на шее доктора. Дело было в том, что врач серьезно увлекался фотографией и повсюду брал с собой старенький кэнон. Увидев, что старейшину заинтересовала эта вещь, мужчина предложил ему обменять фотоаппарат на слона. Врач понимал, что для местных жителей жизнь животного ничего не стоит, поэтому задался целью его спасти. Алчный туземец согласился сразу, взяв до кучи пару безделушек из рюкзака европейца, типа брелоков на ключи и консервного ножа. Когда слона освободили, то умный зверь сразу подошел к доктору и положил хобот ему на плечо. Поскольку теперь у врача появилось средство передвижения, то до миссии он решил добираться верхом на слоне. Под свист и улилюканье местных жителей мужчина отправился в путь. До миссии было около пяти миль, часть из которых приходилась на саванну, покрытую густой травой. Врач и его питомец прошли около третьей пути, когда слон вдруг заволновался и, угрожающе подняв хобот, стал переминаться с ноги на ногу. Сидя на спине животного, мужчина присмотрелся внимательнее и увидел три желтые гибкие фигуры, заходившие с подветренной стороны. Это были молодые львы, которые, пользуясь численным превосходством, отважились на них напасть. К чести слона он не впал в панику и встретил опасность лицом к лицу. В пылу схватки львы нанесли животному несколько рваных ран, разъяривших их еще больше. Но несмотря на боль и страх, слон не обратился в бегство и не сбросил сидящего на своей спине мужчину. К счастью, неподалеку находился отряд рейнджеров, выполнявших в ЮАР функцию егерей. Именно они и отогнали выстрелами расцверепевших львов от окровавленного слона, который намеревался сражаться до последнего. Пообщавшись с врачом, рейнджеры указали ему на глубокие раны на теле слона и одобрительно закивали головами. А потом, сам того не желая, доктор европеец заплакал. Ведь если бы мужчине кто-нибудь сказал раньше о том, что слоны ведут себя так самоотверженно по отношению к людям, он рассмеялся бы рассказчику в лицо. Сложно сказать наверняка, защищал ли слон непосредственно жизнь человека или нет. Возможно, он просто не имел другого выхода, а может, это было простым совпадением. Но факт того, что зверь не спасовал перед лицом грозных хищников и не бросил врача в минуту смертельной опасности, уже говорит о многом, невольно свидетельствуя при этом в пользу слона. Друзья, если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok